Три человека погибли после застолья в Алматинской области. Подробности трагедии у моей коллеги, ведущей обзора тревожных новостей Марии Парфеновой. Здравствуйте. Компания из трех семей отмечала праздник. В какой-то момент сразу шесть человек почувствовали себя плохо. Их забрали в больницу. Трое, мужчина и две женщины, скончались в реанимации. Местные утверждают, что в тот роковой вечер на столе у компании были грибы, баклажаны, а еще алкоголь. 38-летнюю женщину сегодня проводили в последний путь. У нее остались двое детей. К слову, супруг во время застолья был с ней рядом. И оказался единственным, кто не употреблял горячительные напитки. Мы все сидели за одним столом, ели, пили. Единственное, я не прикасался к алкоголю. Что была за водка, я не знаю. Они вытаскивали ее из-под стола и наливали. Есть версия, что компания могла распивать технический спирт. Сельчане говорят, что один из тех, кто присутствовал на застолье, работал на фабрике. И мог принести жидкость оттуда. На самом предприятии разводят руками. Об отравлении слышат впервые. А еще утверждают, что все их сотрудники сегодня на своих рабочих местах. В населенный пункт экстренно выехали санврачи. Они взяли 11 проб на продукты и алкоголь. В этом алкогольном напитке обнаружено высокое содержание сливочных масел, а также сложные эфиры в большом количестве. Они являются содержимым спирта. Спирт сам подразделяется на несколько. Этиловый спирт, пищевой спирт, метиловый спирт, технический спирт, который используется в промышленном производстве для изготовления антифризов. Были ли токсичные вещества в продуктах питания, станет известно через три дня, когда придут остальные результаты. Технический спирт, по словам сам врачей, поражает внутренние органы, приводит к слепоте. Человек впадает в кому. По факту смерти людей в полиции завели дело. Впереди предстоит ряд экспертиз.